Продолжаем прямо сейчас. Поговорим об экономике. Вчера президиум экономического совета при президенте обсудил экспертные мнения о дальнейшем развитии экономической ситуации в стране. На рассмотрение были представлены три концепции. Алексей Кудрин, Алексей Улькаев и Борис Ститов. Все программы в разной степени провозглашают необходимость структурных преобразований и некоторой либерализации бизнес-среды. Вот эти концепции и обсудим. Также о принятых решениях. Надеюсь, нам расскажет Олег Шибанов, доцент финансов Российской экономической школы. И Людмила Пронина, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института госслужбы и управления РАНХИКС. Государствен советник Российской Федерации 2-го класса. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильно мы понимаем это событие? Это действительно серьезный выбор дальнейшего вектора развития для всей страны? Как? Смея? Давайте с вас начнем. Да, обменяемся буквально репликами. Итоги. Итоги вчерашнего мероприятия. Ну, естественно, это очень важный этап в тех прогнозах, в тех параметрах дальнейшего развития нашей экономики. Но дело в том, что я считаю хорошо, что не было принято вчера окончательное решение. То есть на год оно отложено по структурным реформам, по конкретизации этих структурных реформ. То есть не было такого как бы поспешного решения. Хотя мнение и президента, и членов Совета все-таки склонялось больше к структурным реформам. То есть вот к основной такой концептуальной ниточке, которая в Кудринском проекте. Но работать надо и дальше, и это самое главное. Вот так, пожалуй, это будет. — Почему было отложено это решение, как вам кажется? Точнее, почему это хорошо, что оно было отложено? — Потому что нужно все прорабатывать. Очень серьезные ситуации, во-первых, да? И ошибаться нам уже совершенно нет возможности. Это может повлечь, во-первых, реализацию рисков определенных экономических и социальных рисков. И, во-вторых, стоит на кону очень большая проблема сейчас, которая связана с федеральным бюджетом. Да, внесение изменений в федеральный бюджет. Это нужно принимать меры и по реструктуризации, и стоит проблема снижения расходов и так далее. То есть все это очень серьезно. Поэтому нельзя идти на такие поспешные решения. И второе, пожалуй, или третье, это то, что надо это связать с той концепцией социально-экономического развития до 30-го года, которая сейчас разрабатывается. Она отложена. А все эксперты, которые работают и там, и на площадке Кудрина, он же будет председателем этой рабочей группы, они будут все вместе работать. Важно учет всех мнений. Ну, попытаться. Понятно, да. Олег, что вы для себя отметили? Ну, вы знаете, я бы хотел добавить, что, наверное, принимать решение сейчас достаточно сложно, потому что из трех, примерно, концепций, которые предлагаются, в общем-то, проработана одна концепция Стайлопинского клуба, остальные два, Минэкономразвитие и вот Кудринский состав, коллектив, они, в общем-то, работали немножко на коленке. У них было немного меньше времени, они не успели это хорошо разработать. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы они несколько больше времени имели и могли вместе как-то действительно эти вещи все обсудить. Я бы сказал, что концепции довольно схожи в итоге. То есть то, что было вынесено на вот это обсуждение, они, в общем-то, достаточно близки по своим идеям, есть, естественно, разница, но по большому счету все подчеркивают важность структурных реформ, может быть, немножко разные подходы тактические. Какие основные пункты, все же, несмотря на то, что что-то делалось на коленке, вы могли бы отметить? В чем различие этих концепций? И если в них так мало различий, не проще ли было бы как-то консолидировано представить мнение? Ну, вы понимаете, эти различия таковы, что договориться о том, что мы все это объединяем воедино, практически невозможно. Потому что, действительно, коллеги из Столыпинского клуба, коллеги из группы Кудрина, они, в общем, имеют несколько разные акценты. И, к сожалению, эти акценты совместить так легко не удастся. Но я для себя бы это читал таким образом. Коллеги из Столыпинского клуба напирают на то, что нужно повышение монетизации, улучшение финансовых рынков для того, чтобы вообще что-то заработало. Коллеги из группы Кудрина, наоборот, говорят, что у нас, в общем-то, монетарные аспекты достаточно разумные. У нас большие достаточно сбережения в экономике, у нас фирмы не инвестируют. Надо дать им возможность эти инвестиции каким-то образом осуществить. Для этого, говорят коллеги, нужно сначала провести институциональные реформы, что будет снизить риски бизнеса, чтобы сделать это более привлекательным. Но и Минэкономразвитие, они тоже примерно вот в этой области инвестиций. Сколько же у нас времени уйдет на эти реформы? Скажешь, сколько же у нас времени уйдет на эти советы, которые, к тому же, решения не принимают в итоге. Но, кстати, действительно, экономическая обстановка сегодняшняя в стране позволяет уже задумываться о будущем? Или пока нам нужно еще переждать, пока нас перестанет трясти? Нет, ну что, не то, что позволяет. Это давно уже является таким мажорным. То есть нужно было еще сделать до доказательства? Ну, во-первых, я хотела все-таки сказать, что я с Олегом не вполне согласна, что концепции, скорее даже совсем не согласны, что концепции очень близки. Нет. Они вообще на разных концептуальных основах. То, что у Кудрина, это все связано с структурной реформой, с реформированием институтов. Ну, давайте основные положения. Да, основные положения, которые, да. И причем я не хочу говорить так, что вот Кудринская прямо все там плюс. Нет. Но она достаточно более радикальное преобразование предусматривает, да. То есть рост 4% ОВП не за счет, скажем, бюджетных ассигнований, а за счет реструктуризации банковской системы, рефинансирования и так далее. А бюджетные средства практически не нужно выделять на инвестиции. Это вообще такой серьезный, я первый раз такой заход слышу, как бюджетные расходы должны идти только на социальную сферу. Но это, в принципе, неправильно и не может быть. Хотя, наверное, она понравится очень многим нашим зрителям. Она понравится, может быть. Может быть, понравится, но тем, кто особенно в это не вникает, а как бы вот так. И здесь нельзя говорить о том, что я уже сейчас приютки про хотя бы тренд самой радикальной в кудринской концепции, но недостатков очень много, и поэтому быстро реализовать ее и до 2019 года 4% ОВП, это очень маловероятно. А вот что касается мэровской концепции, там, ну, можно сказать, кое-что, кое-какие вещи там перекликаются, конечно, с кудринской. Там хорошо то, что идет предложение о том, что, например, в сфере финансирования создать новые бюджетные фонды, изменив бюджетные правила. Это есть такое раньше, ну, я просто скажу совсем. Раньше у нас все фонды резервной системой у нас зависели от цены на нефть, и все это шло через бюджетные правила определенные. То сейчас вот другой как бы механизм, это хорошее положение, это правильно. Затем есть там многие вещи, которые тоже и связаны, направлены тоже, конечно. Хотя он не говорит, мэр, имеется в виду Министерство экономического развития, да, понятно. Не говорит о том, что мы 4% сразу, вот мы по 2%, тем более сейчас у нас падение, в данном, минус 1,2%. Но есть и интересные, да, и они, конечно, тоже настроены на реформу госуправления. Это очень важный аспект, который еще Греф у нас провозглашал в свое время. Это плюс, но это есть и у Кудрина, это есть и в Столыпинском клубе. Вот это вот хорошая вещь, от этого никуда не уйдем, это будет обязательно. А вот то, что касается у мэра отрицательные моменты, вот, на мой взгляд, это касается, например, даже изменения некоторых положений Трудового кодекса, о том, чтобы внести туда такие поправочки, что по инициативе предпринимателя и по экономическим причинам, практически без согласия работника наемного, увольнять. Это очень серьезная и отрицательная в социальном плане речь. Простите, а как предполагается это делать в связи со сложной экономической ситуацией? Конечно же, дело в том, что от занятости, вот сейчас у нас уровень безработицы, это данные Минтруда, 6,3%, собираются они и у Кудрина тоже до 4% занятость снизить, для того, чтобы производительность труда повысить. Ведь ВВП зависит только в основном, ну, внешние, конечно, факторы, основной фактор производительность труда. Сокращаем численность работников, значит, у нас производительность труда повышается. То есть мы делим, и учителя. И поэтому это, мне кажется, в социальном аспекте очень неприятно. То, что в Столыпинском клубе, да, в Столыпинском, очень коротко скажу, там есть тоже положительные моменты. Вот здесь я с Олегом согласна, что в этом смысле они близки все три концепции. По некоторым параметрам, не консептуально, а по некоторым параметрам. Вот реформа госуправления, я говорила, это правильно, да, что не то, что выполнять поручения президента, только идти по проектному пути, по проектам создать соответствующий проектный центр и так далее. Ну, у всех уже на слуху, что, конечно, эмиссия денежная, это просто нереально сейчас. У нас так ЦБ борется за инфляцию чуть ли не до 4%. Она притормозилась, у нас сейчас инфляция, 7,3% в годовом выражении, будет она 6,7%. Но посмотрите, что говорит Набиулина правильно, она очень хороший прогнозист, кроме того, что специалист в области финансов. Он говорит о том, что 6-7%, на которые опираются обе концепции по инфляции, и у Кудрина тоже так же мы, 6% инфляции, и мы с вами все сделаем, 4%. Нет, не получится. Это не инвестиционный показатель. То есть инвестиции только при 4% инфляции могут быть. Поэтому здесь тяжело будет это реализовать с этой точки зрения и кудринскую концепцию. А как вам кажется, вот через год, когда вновь заседание состоится, будут выбирать какую-то одну концепцию, или постараются все-таки утрамбовать все положительные моменты в какую-то одну историю? Что-то оптимистическое. Я думаю, что утрамбовать раз, и два, вы думаете, через год все-таки? У меня сильное подозрение, что будет раньше. Вы отложили на год даже. Да, да. Знаете, у меня очень сильное подозрение, что все три группы в итоге скажут, что года у нас нет. И что все-таки эти заседания состоятся гораздо раньше, потому что на что-то нужно решаться. У нас действительно обстоятельства макроэкономические довольно сложные. Кроме инфляции, которая более-менее под контролем и, наверное, постепенно будет снижаться, все остальное, рост, разумная занятость, производительность труда и все остальные показатели, они не очень-то хороши. И поэтому надо как-то достаточно быстро все-таки эти решения принимать, и год это очень длинный срок. Олег, при этом заявление Владимира Путина следующее. Российская экономика стабилизировалась, пришло время для новых стратегических решений. Первый вопрос. Какие факторы говорят нам о том, что она стабилизировалась? Второе. Почему стратегические решения принимаются именно в такой момент, а не чуть раньше? Мы видим, что экономический кризис, в общем, не вчера произошел, и есть ощущение какое-то, что немножечко опаздываем. Вы знаете, действительно привыкнуть к тому, что у нас кризис, не так просто. Вы можете находиться в парадигме, где вы ждете, когда цены на нефть довольно быстро вернутся на старые уровни. Вы думаете в терминах 2008-2009 года, считаете, что в течение полугода они опять до 100 отрастут, и вам нет нужды делать реформы прямо сейчас. То есть это вот как раз та самая парадигма, в которой мы и живем, да? Ну вот видите, она поменялась уже, очевидно. Но 2015 год он был разный. То есть когда вы смотрите на прогнозы разных ведомств, опять же, Минфин и ЦБ, если взять в качестве примера, они постепенно привыкали тоже к тому, что у нас, видимо, произошло существенное изменение, вот эта новая нормальность, которая используется как термин теперь, то есть более низкие и среднесрочно, по крайней мере, цены на нефть. И в этом смысле привычка пришла, требуется некоторое время на осмысление, оно закончилось. Теперь мы все понимаем, что эту новую нормальность как-то нужно менять. В этом плане я думаю, что не так быстро к этому привыкаешь. А вот что касается, куда мы движемся и почему нам всем так жизненно необходимы эти 4%, да потому что весь мир растет в среднем на 3-4% в год. Если мы будем расти медленнее, мы будем отставать. И вот это, видимо, большая стратегическая проблема, которую, в том числе, президент хочет решить все-таки достаточно оперативно, среднесрочно, а не к 30-му году. Это какие признаки стабилизации он увидел? То, что мы привыкли к этой новой нормальности? Я бы сказал, что... Привыкли жить беднее и все? Нет, не совсем. Экономика все-таки вошла в фазу, где дно, я извиняюсь, будет очень плохо, если дно мы все-таки еще не нащупали, но кажется все-таки, что дно мы какое-то теперь уже нащупали. То есть, если мы смотрим со снятыми сезонностями и всеми этими стандартными макроэкономическими прибамбасами, то, в принципе, экономика начинает вроде бы находиться около ноля роста. То есть, в этом плане мы действительно стабилизировались. Но дело в том, что дальнейший рост, он может оказаться в пессимистических прогнозах Минфина, где-то 1-1,5% в год. Вот этого бы не хотелось, и именно поэтому сейчас какая-то динамика началась. По-моему, господин Люкаев уже на днях сказал, что в рост выйдем уже во втором квартале, насколько я понял. Но он же не сказал, какой, или сказал? Очень маленький. Какой-то такой, наизыньку наизыньку? Да хоть любой. Он очень маленький и очень восстанавливающийся. После того, как вы падаете 7 кварталов подряд, у вас, наверное, может быть какой-то постепенный восстанавливающий рост. Но, конечно, что-то все-таки в виде дна мы, кажется, нащупали. Или такой отскок от дна. Очень медленный и нестабильный. Как вам кажется, в нынешней ситуации вы упомянули о радикальных преобразованиях. Кто нужен нашей стране, терапевт или уже пора к хирургу? Я думаю, нужно эффективный путь выбирать, как всегда консилиум собирается. И терапевты, и хирурги, и так далее. Поэтому, кстати, немножечко продолжая тот вопрос, который отвечал Олег, я хочу сказать, что все-таки по моим оценкам, анализу дна мы не достигли. Несмотря на то, падение ВВП 1,2% Росстатовской, есть некоторые вещи, которые позволяют тренд определять. Все-таки будем выходить, будем там 0,1%, 0,2% и так далее в 2016 году, а потом будем плюсики опять. Почему? Кое-что. Посмотрите, показатели по промышленности. Что у нас растет? Немножко выросло. То, что связано со строительством, с сельским хозяйством, то, что связано с химией. А в других вот отраслях, посмотрите-ка, пожалуйста, например, то, что связано с автопромом. 20% падения. Только сейчас у вас про вертолеты говорили в УАН-УД. То есть практически везде машиностроение падает. Кроме того, те, кто работает на оборонку и на заказы. Оборонку я вношу за скобки. Потому что здесь, я могу сказать, и то рост у нас, у нас в Академии проводилось исследование специальное, рост объема оборонного заказа в 48 регионах только. И за счет этого ВВП растет в региональном аспекте. Поэтому здесь достаточно много всего. Что связано с импортозамещением, я вообще не хочу на эту тему особенно говорить, потому что там нужны и такие инвестиции. А у нас и цель, и средство инвестиций. Инвестиции, и цель, и средства. То есть они предлагают за счет бюджетных расходов, за счет банковских. За счет того, что банки будут вкладывать средства в свои. Поэтому здесь нет этого. А теперь я далее продолжаю вопрос коллеге, которые... Вы еще разочек... Я говорю, какой путь все-таки нам нужен? Это должна быть терапия какая-то или это радикальный способ изменения? Вот сейчас на основании всех прогнозов, я постоянно все это анализирую, все прогнозы МЭРТовские, прогнозы ЦБ, прогнозы международных организаций, все-таки сейчас нам нужно для того, чтобы подготовить эффективную операцию, нужно хорошо провести терапию. Надо подготовить больного. Поэтому я считаю, что сейчас 16-17 год, а может быть даже и 18-й, это будет терапия. То есть надо все-таки идти по изменению экономики в направлении институтов развития, но не таких структурных изменений, которых... Ну, наверное, будет еще один вопрос, да? Какие структурные изменения имеются в виду? Вот тогда я там про это и скажу поподробнее. Поэтому сейчас 16-17 год это точно терапия, чтобы во время операции не умер у нас больной. То есть должна такая профилактика. Да, у нас уже зрители шутят и готовятся звать патологоанатома. Хорошо, хорошо. Несколько сообщений, кстати, хочу прочитать. Реакции наших зрителей. Однозначно, мы сейчас в нижней точке, но в отличие от стран, которые в высшей точке, у нас, возможно, только один путь вверх, и это вселяет оптимизм некоторых наших зрителей. Некоторые удивляются, что Медведева и Кудрина посадили за один стол, и они пытаются договориться. О каком развитии экономики можно говорить, если происходит сокращение рабочих мест на предприятиях, в том числе из-за банкротства, отмечает наш зритель и задает вопрос другой зритель нашим гостям. Изменения в трудовом законодательстве, увольнение бессогласия наимного работника, не является ли это нарушением прав человека, и, собственно, принятие этих законов не является ли признаком целенаправленного разрушения экономики страны. Совершенно понятно, что людей волнует то, что им ближе. Что будет происходить с каждым из нас? Вот история конкретная. Где же ваш рост? Муж получал 10 тысяч, сейчас 8 тысяч. Люди не видят этой стабилизации абсолютно. Видят ухудшение, причем довольно серьезное. Да, потому что ухудшение было действительно очень существенное. Падение и доходов, и зарплат было очень большим. То есть это там больше 10% за этот промежуток времени. Это увеличение будет, наверное, в дальнейшем. А что касается увольнений, к сожалению, нарушением прав человека это не является. Например, в американской экономике примерно так же. То есть там очень либеральное трудовое законодательство, в отличие от Европы. И я двоякое какое-то ощущение здесь имею. Я думаю, что это будет очень чревато тоже социальными какими-то выступлениями. Поэтому я не уверен, что это будет принято. Все-таки о структурных изменениях. Уже немножко начали эту тему. Что имеется в виду, что предлагается, чего нам ждать? Самое главное, какие последствия, какой отголосок? Мы о структурных изменениях уже говорим, наверное, с 2014 года. Может быть, даже раньше. Ну, о том, что нужно отказываться от нефти и развивать высокие технологии. Вот это вы имеете в виду. Да, не только. Структурные изменения – это достаточно широкий комплекс проблем. Если вы посмотрите опять в Кудринскую концепцию, вообще вот эти все концепции – это все структурные изменения. Но дело в том, что одновременно реализовать, вот даже привлекательная очень Кудринская программа, привлекательная по своим, скажем таки, по планочке, которые подняли вверх. Нужно все-таки проводить вот эти структурные изменения, и нужно обязательно все проекты инфраструктурно реализовать. Но здесь, опять же, понимаете, к сожалению, все вот эти вот… приходится мне вот так вот это сказать, честно, откровенно, что вот эти все концепции, они не сочетают практически цели экономической и социальной политики. А это чревато всеми остальными последствиями. То есть придется выбрать либо одно, либо другое? Нет, здесь не так. Здесь не так. То есть надо, когда мы будем, то есть не мы, а Кудрин в своем новом статусе будет дорабатывать вот эту концепцию, нужно обязательно больше привести, большее значение придать социальному эффекту, не просто экономическому, а социальному. Потому что, смотрите, вот интересно, и в Минэкономовской концепции, да, в Мертовской концепции, и в концепции Кудрина, ну, на самом деле, и в той концепции, которая у нас идет, третья концепция, там тоже мало уделяется внимания социальной политике. Успех никогда не может быть достигнут без сочетания целей экономической и социальной политики. То есть здесь вот даже Кудрин говорит о том, ну, как замечательно, мы сейчас реформы. Вот даже если признать, что реформы Кудрина перспективны, и они будут реализоваться, и даже там, неважно даже сколько времени они будут реализоваться, Но социальный эффект, он как бы и не учитывает фактически социальный эффект. Он говорит о том, вот пенсионная реформа, например. Это страшно важный аспект всей реформы. Очень. Я сейчас просто боюсь времени на это тратить. Ну, давайте о пенсионке поговорим буквально несколько минут, а прямо сейчас нам нужно прерваться. Передаем слово Денису Чижову. Новости. Против одного из участников автогонки по Москве утром 23 мая возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом только что сообщили в пресс-службе столичной полиции. Несколькими часами ранее другой водитель Абдувахоб Маджидов получил 15 суток ареста за попытку скрыться от сотрудников ГИБДД. В понедельник компания друзей сына вице-президента Лукойла Руслана Шамсуарова устроила гонки по Москве, пытаясь уйти от полиции. Все происходящее золотая молодежь транслировала онлайн в интернете. Сын вице-президента Лукойла Шамсуаров-младший за руль не садился, по его словам, так как выпил. Он принес извинения в Фейсбуке, объяснив гонки по Москве приподнятым настроением после посещения клуба. Уже вторые сутки в городе Березники Пермского края проверяют сообщения об избиении школьницы одноклассниками за то, что та якобы не сдала деньги на выпускной. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Хамиков говорит, что на данный момент информация подтверждения не находит, но проверка продолжается. Поводом для этого стала запись в группе «Типичные березники» в социальной сети ВКонтакте. По словам очевидца, прохожие и охрана школы никак не реагировали на избиение ученица 4-го класса в Березниках. Бывшему губернатору Сахалинской области продлили срок ареста. Александр Хорошавин останется под стражей до 27 августа. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Экс-губернатор обвиняется в получении более 5,5 миллионов долларов в качестве взятки. Его задержали в марте прошлого года в рабочем кабинете. В 2017 году в Южной Осетии запланирован референдум о присоединении к России. Об этом совместно заявили президент республики Леонид Тибилов и спикер республиканского парламента Анатолий Бибилов. Они считают, что проведение референдума отвечает долгосрочным интересам населения Южной Осетии. Почти 60 многодетных семей России получили награды от президента. Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года. Им награждаются родители или усыновители, у которых 7 и более детей. Помимо ордена, семья получает льготы и единовременное поощрение в 100 тысяч рублей. Предполагается, что кандидаты на эту награду и их дети ведут здоровый образ жизни, заботятся об образовании и духовном развитии детей. Спасибо Денису Чижову. Новости. Дениса, собственно, все. Рабочий день закончен. Да, я вас оставляю на полчасика. До новостей. Завтра увидимся. До встречи. Пока. Пока. Мы говорим об экономике. Обсуждаем некоторые итоги Президиума экономического совета при президенте, который состоялся вчера. У нас в гостях Олег Шубанов, доцент финансов Российской экономической школы, и Людмила Пронина, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института госслужбы управления РАНХИКС. По-моему, остановились мы на пенсионной реформе. На пенсионной реформе, да, действительно. На пенсионной реформе, да, действительно, этот вопрос поднимался. И он, по-моему, очень многих наших зрителей, кстати, которые говорят, что в общем... Да, пенсионная реформа – это вообще актуальнейшая вещь. Но, к сожалению, вот эта, она как бы длится вот так перманентно. То есть мы меняем то одно, то другое, то третье пенсионной реформе. Мы, честно говоря, даже уже не привыкаем. Мы знаем, что все изменится очень быстро. И сейчас много различных изменений в проектах пенсионной реформы. И здесь некоторые вещи идут как бы в разрез с интересами будущих пенсионеров, да. Накопительное то, что касается накопительной части пенсии, которая будет в том или ином аспекте. То, что касается исчисления стажа, то есть повышения возраста, да, пенсионного, это тоже достаточно серьезно. Посмотрите, значит, повышение пенсионного возраста. Фактически, получается, 65 лет мужчина, 63 года женщина, да. А вот каким образом, если мы сравниваем это с продолжительностью жизни, то продолжительность жизни у женщин 73 года, это средняя продолжительность жизни, которая в статистике, да, в демографической статистике. А у мужчин там немножечко больше, 66 с небольшим лет. То есть, понимаете, практически получается вот повышение пенсионного возраста, это, ну, умереть на работе. Я грубо говорю, грубо говорю, для мужчин, да. Не самый плохой вариант. А, не самый плохой, конечно, да. Всегда на поле боя, умереть, это очень, это очень почетно. Неужели вы не хотите помочь экономике родной страны? Нет. В чем проблема? Здесь я комплексно смотрю на каждую проблему. Я вам один из аспектов сейчас этой реформы. Ну, кстати, смотрите, что касается пенсионки, такое ощущение, что специалисты, профессиональные сообщества уже все согласились с тем, что это делать необходимо, и это будет сделано. Необходимо делать это правильно, но всегда важна не только цель, но и средство. Понимаете, даже есть такая поговорка, цель оправдывать средства. Вспомним с нами, да, известных, нет, известных военачальников, вспомним, да, еще тех времен очень дальних, да, цель оправдывать средства. На самом деле, в социальной политике такого не должно быть. Это должно быть всегда сочетание целей и средств, и смотреть в социально-экономический, социально-экономический эффект. Там достаточно много еще в пенсионной реформе, то, что задумано. И этим занимается сейчас и Минфин, и все, кто этим должен заниматься. Очень серьезная вещь. То есть, не кажется, что это решение уже принято, и просто сейчас власти ждут подходящего момента? По сути, готовят нас. Я думаю, нет, окончательных решений нет у нас ни в чем. Все вот это будет в завязке вот этих проектов, о которых мы сейчас с вами говорим. Поэтому в течение года, я думаю, что все-таки будут какие-то либо непринятия этих решений, либо модернизации. Потому что сейчас главное решение по бюджету. Вот это очень важно. Вот то, что сейчас у нас будет принятие поправок в бюджет. В 2016 году у нас однолетка сейчас идет, да? Однолетка, сейчас эти поправки уже готовы. И затем мы переходим опять на трехлетку возвращаемся. Но бюджет же на этот год, он сверстан из цены на нефть, которая установилась сейчас. Да, он сверстан исходя из этих цен. На самом деле, если вы посмотрите предложения, которые идут от Минэкономразвития, там у нас обычно по бюджету три варианта. Автомистичный, пессимистичный, там средний вариант. Поэтому все-таки есть расчеты по пессимистичному варианту той цены на нефть, которая сейчас у нас фактически 40 долларов. Немножечко это колеблется вокруг цены 40 долларов за баррель. Поэтому я думаю, что в трехлетка, которая у нас восстанавливается, один год у нас однолетка была вот только, да? Ну, увидели эффективность. И поэтому сейчас трехлетка, уже подготовлены эти проекты бюджетов федерального, ну, естественно, и всех субфедеральных бюджетов на следующую трехлеточку восстановления вот этого среднесрочного планирования. Правильно, это правильно, но другое дело, как Минфин в своих решениях по этим параметрам этих бюджетов занимается. Много всего отрицательного социального. Давайте все-таки вернемся к структурным изменениям. Олег, вот можете прямо по пальцам перечислить основные изменения с пенсионкой, разобрались? Что еще? Ну, я бы хотел сказать совсем немножко, да? Там чуть-чуть другие цифры надо смотреть. Средний возраст, который есть по экономике, он не показывает цифры нагрузки на пенсионный фонд. Потому что вам нужно смотреть так называемое время дожития, несмотря на то, что это грубые очень слова. Но тем не менее, люди, которые доживают до пенсионного возраста, потом живут довольно много. У нас женщины 23 года после выхода на пенсию, мужчины порядка 19 лет. Я могу здесь во второй цифре особенно ошибаться. Поэтому нагрузка на пенсионный фонд будет возрастать и возрастать. Это первая структурная реформа, которую делать нужно. Почему возрастать стареет население? Ничего не поделаешь, все больше пенсионеров к работающим. Поэтому что-то делать придется. Вторая большая структурная реформа, это какой-либо выход государства из экономики. Дело в том, что по разным критериям у нас 60-70% предприятий. Государство готово добровольно все из экономики. Можно продать. То есть приватизация, это идея правильной приватизации и неприватизации 90-х через залоговые аукционы. Не будем про этот ужас. Но приватизация разумная, по хорошим ценам на рынке, это тоже структурная реформа. Государство во многих отраслях не очень эффективно. Опять же, нормально, но неэффективно. И, наверное, в частных руках это будет работать лучше. Трудовая реформа, там сложно говорить, там нужно смотреть внимательно, как именно ее провести, чтобы не было все-таки чудовищного социального протеста. Моногорода, это тоже прекрасный пример того, что надо что-то делать. Может быть, этим людям нужно помочь переобучиться и, может быть, даже переехать куда-то еще. Точно так же реформы малого и среднего бизнеса. Реформа налогового кодекса. Я уже пять разных перечислил. Например, повышать налоги во время ситуации, как у нас сейчас, не очень хорошо. Сборы тоже, наверное, стоит скорее снижать, чтобы дать бизнесу больше сил развиваться. Но понимаете, в чем одна маленькая проблема? Структурная реформа замечательна. Потом мы смотрим, сколько у компаний скопилось денег на счетах, сколько они могли бы инвестировать в российскую экономику. Мы видим рост на огромные суммы, по некоторым подсчетам 12 триллионов рублей, допустим. Есть похожие цифры. Это то, что компании держат на счетах. И то, что они не инвестируют в российскую экономику. При росте рублевой прибыли на 50% в 2015 году по сравнению с 2014, компании снизили реальные инвестиции на почти 8%. Это история с тем, что что-то не так. Что-то как-то нужно помочь все-таки улучшить бизнес-климат, чтобы компании больше инвестировали. А как? А вот тут я снова произношу прекрасные слова структурной реформы и говорю о том, что действительно нужно понять, что бизнес волнует и почему они не хотят инвестировать. Госкомпании очень много снизили. Кто-то из авторов предлагал какие-то решения? Вы знаете, там, на мой взгляд, опять же, может мой коллега не согласится, моя коллега, дело в том, что это вся история с улучшением инвестиционного климата. И вся эта история довольно стандартная. То есть это реформа правоохранительных органов, реформа судов. Это все замечательно. И опять же, президент открыл новую площадку на базе администрации президента, где они встречаются теперь с бизнесом и разговаривают вместе с правоохранителями. Но вы видите, и вот сегодня, кстати, прошла новость, что снижаются сроки по статьям экономическим, что тоже, в общем-то, положительная реформа бизнес-климата. Но понимаете, ну как-то вот не работает пока. И очень бы хотелось, чтобы заработало. Людмила Ивановна, вопрос следующий. Владимир Путин сказал о том, что нам нужно искать, ну такая, в общем, понятная фраза громкая, источники роста экономики на ближайшие 10 лет. Наши зрители недоумевают, о каком росте экономики сейчас может идти речь, если не очень понятно, как пока выходить из кризиса. Что-то конкретное об этом говорилось. Как нам сейчас пережить этот момент и какими могут эти источники быть? Вы знаете, вот интересно, вот если мы берем такую, ну как бы, условно говоря, среднюю концепцию, среднюю такой реформистского типа концепцию, это мэртовская концепция, да, вот которая, значит, абсурдовская, кудринская, радикальная. Ну я условно так говорю, концепция, которую Борис, господи, как его? Титов. Титов, да, Борис Титов, она, можно сказать, такая традиционная больше плана, а мэртовская, она более, ну скажем так, средняя. Вот в соответствии с мэртовской концепцией, конечно, здесь выход, вы сказали про выход, да? Сначала выйти, а потом расти, правильно? Вы знаете, на самом деле последовательности в экономике такой нет, ведь можно одновременно, все зависит от факторов, которые действуют, и от тех мер, которые принимаются. Можно и выходить, и расти. Это все зависит от структуры, и от структуры производства, отраслевой, это зависит и от приоритетов, это зависит и от того, что сейчас у нас внешнеполитическая такая ситуация. Это очень серьезно, на самом деле, то, что санкции, это не просто так, мы как-то немножко замалчиваем это. Ну, в политику я не хочу сейчас влезать, у нас не тот как бы круглый стол, да? Но мы, я думаю, затронем этот вопрос. Затроните, да? Вот то, что касается и инфра, имеется в виду инфра различных влияний, инфрафакторов, тех факторов, которые у нас идут за дроби, это тоже очень серьезно. Вот посмотрите, почему мы сейчас можем заниматься, скажем так, импортозамещением, да, в какой-то мере делаем это. То, что связано, да, пытаемся это делать, да, ну, так мягко мы с вами говорим, да. На самом деле, импортозамещение тоже очень слабо идет. Это в сельском хозяйстве что-то такое есть, но надо смотреть конкретно, да. Потом, как я уже говорила, какие отрасли у нас сейчас в плюсе? Вообще всего несколько отраслей. Это химия, которая идет, которая сильно так, особенно на нее не влияет. Зарубежка, скажем так, да. Источником роста, мне кажется, они вряд ли могут стать. Вот, вот, вот об этом и речь. Поэтому здесь очень важное значение имеет, как бы, влияние различных отраслей, вот на все эти факторы. Влияние различных отраслей. К сожалению, во всяком случае, вот я, как я разобралась в этих трех наших клубах, или там, трех концепциях, можно так сказать. Да, да, можно сказать, реконцепция, хотя, может быть, это условное такое понятие, потому что концепции только, на самом деле, есть только у мэрт, потому что он по своему статусу обязан концепции прорабатывать. Все остальные концепции, они на уровне вот просто пожеланий, они не проработаны еще, поэтому здесь трудно их сравнивать. То, что у мэрта, они правильно, в принципе, правильно расставляют акценты, кроме социальных, таких вот социальных вещей, о которых я уже пыталась говорить, и зря они это трогают. Ну, ладно, это как бы другой аспект. Они же разбираются с финансами, откуда там люди. Да, 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 где деньги, Зин, как говорится, да, вот это самое главное. Поэтому думаю, что мэртовские вот эти прогнозы, хотя они, концепция это ведь тоже прогноз, правильно, просто это перевинной такой период, всего они там, ну, скажем, на такой среднесрочный, это среднесрочный прогноз концепции фактически, вот та, которая у Минэкономразвития. Ну, нельзя сказать, что здесь, опять же, много положительных моментов. Все-таки мы с вами разные концепции рассматриваем, правильно, да? И все в комплексе, ну, нельзя сказать, что какая-то вот из этих концепций, либо кудринская. У Кудрина самая такая, если рассматривать ее, ну, по всем параметрам, которые предлагаются, то она самая радикальная и самая невыполнимая. Но это уже... Самая радикальная и самая невыполнимая, да. А то, что касается мэртовской, она все-таки ближе к жизни, ближе к жизни, а самая, ну, скажем так, не... Она близка к жизни, концепция третья, о которой мы с вами начали говорить тоже, но она не такая драйверная концепция, что... Слушайте, ну, да, амбициозность, что присуще нашего народа. Да, да. Поэтому здесь нужно все конкретно смотреть, и хорошо, что это все на год отложили. У нас, так и я не без лести, так сказать, предан без лести, но мудрое решение было принято президентом, там, и его помощниками о том, чтобы сейчас не принимать никаких конкретных решений, а годик поработать. Это очень правильно. И еще правильно, что это связали с концепцией социально-экономического развития 2030. Потому что она устарела страшно, и здесь только в рамках этой концепции, это программные документы, которые должны быть, можно будет работать. Все-таки затронем немножко политические моменты. Вот в этих документах, предложенных, внешние факторы как-то учитываются? Ну, по большому счету... Или абстрагировались от всего, людей нет, внешних факторов нет, санкций нет, есть только цифры, деньги... Наоборот, все есть, да. То есть вы берете бизнес as usual, то есть вы берете то, что есть на данный момент времени, и говорите, когда это все отменят, когда изменятся санкции. Кто их знает, что будет с ценой на нефть? Ну, посмотрим. Тоже не очень-то понятно. То есть расчет идет, исходя из... Да, из нынешнего состояния. Вы говорите, вот у нас есть такая проблема, у нас действительно привлечение внешних ресурсов сильно усложнено по сравнению с многими другими экономиками, Латинской Америки, например. И вы говорите, что делать в этой ситуации, как расти, где вот этот источник среднесрочного роста, там, на 5-10 лет, которого бы мы могли достичь. И вы пытаетесь что-то придумать. Вопрос по поводу приватизации интересует наших зрителей, в каких отраслях она, в первую очередь, возможна, и в каких она была в действительности сообразна? Если я правильно понял, в этом году речь идет про нефтянку, то есть там Башнефть в частности, может быть что-то от Роснефти. И пока не идет про банковский сектор, да, то есть пока нет речи про Сбербанк, ВТБ, пока это все обсуждается. Давайте посмотрим, как вот Башнефть пройдет и увидим, к чему это придет. Еще момент, возвращение Алексея Кудрина. Такая немножко необычная, нетрадиционная, что ли, история для российского политика. У нас сбитые летчики обычно отправляются, не знаю, на пенсию, на другую работу, но подальше от государственной службы. С Кудриным действительно зрители интересно заметили, что сидел за одним столом с Дмитрием Медведевым. И выступал как-то даже, наверное, более заметным, по крайней мере, для прессы. У нас в стране вот действительно не хватает таких гениальных, выдающихся экономистов, или это просто хорошее отношение с президентом? Ну, смотрите, давайте будем честны, все-таки Кудрин ушел в 11-м, если я все правильно понимаю. Все посыпалось, вы к этому? Нет, нет, я не к этому, просто за тот период времени, пока он работал, в общем-то ситуация была довольно хороша. Кроме кризиса 8-9-го года, где все страны мира довольно прилично просели. У нас были, конечно, ошибки макроэкономические, но тем не менее, мы вот за этот промежуток времени, пока был Кудрин, добились, в общем, существенных успехов. Несмотря на все, может быть, не до конца понятные макроэкономические детали его действий. И в этом смысле у нас действительно довольно ограничен круг лиц людей, которые генерят идеи и довольно хорошие имеют бэкграунд, да, то есть вот прошлое того, что они смогли сделать. Поэтому я думаю, что это вполне естественная ситуация, он действительно человек, который на международном уровне был признан. Можно сразу догонку вопросу Сергея Глазьева, очень тоже наших зрителей интересует, какие у него перспективы и как вы оцениваете его взгляды на экономическое развитие? Сергей Юрьевич очень уважаемый человек, он советник президента по экономическим вопросам, если я все правильно понимаю. И я считаю, что хорошо, что у нас есть разные точки зрения, которые представлены на таких обсуждениях. С другой стороны, если я, опять же, правильно понимаю, в основном идея Сергея Юрьевича это то, что было включено в программу Бориса Титова и всего Столыпинского клуба. И, честно говоря, я к эмиссии отношусь довольно негативно, особенно таких довольно приличных объемов. Даст ли она большой успех в инвестиции, я очень сомневаюсь. Даст ли она успех с увеличением инфляции, я абсолютно уверен. Есть риск, что своего советника президент послушает и пойдет по этому пути? Ну, опять же, мне очень трудно сказать, я не знаю внутреннюю кухню. Можно называть это риском. Я считаю, что слушать нужно всех, выбирать лучше и смотреть на мировые образцы. Если Сергей Юрьевич делает свой вклад в дискуссию, это очень важно и полезно. А когда мы последний раз так делали? Что именно? Эмиссию. Ой, по большому счету она идет. Ну, то есть, если вы посмотрите на ликвидность в банковском секторе, ликвидность довольно высокая. И все эти ставки, которые начали падать, это из-за того, что в общем ликвидности и валютной, и рублевой довольно много сейчас. То есть, эмиссия как продажа Минфином валютных резервов в Центробанк, она идет. То есть, в этом плане нельзя сказать, что ее вообще нет. Но в данный момент она нивелируется другими действиями Центробанка, который пытается придушить инфляцию. Если разрешат вот эту новую эмиссию, то в общем и Центробанка будут связаны руки. Смотрите, Людмила Ивановна тут отметила, что концепция предложения Алексея Кудрина из всех трех является самой такой прорывной, радикальной, при этом маловыполнимой. Вы согласны с этим утверждением? Знаете, может я неправильно понимаю наш дискурс, но мне кажется наоборот, что концепции Бориса Титова и Столыпинского клуба абсолютно невыполнимы. Потому что у них очень много условий. Когда вы смотрите на то, как они говорят о выполнимости всей их экономической идеи, то у них нужно очень много движущихся частей, чтобы концепция заработала. Это по мнению самого Столыпинского клуба, его идеологов, в том числе уважаемого профессора Миркина. И в этом плане мне как раз кажется, что то, что предлагает Кудрин, это более-менее мировые образцы того, как вы можете какие-то вещи расшивать, и какие-то ошибки в экономике, которые были допущены, улучшать, изменять, отменять. И в этом плане мне она не кажется совершенно разрывной и какой-то экстремистской, она наоборот кажется очень спокойной и предлагающей вполне ясные мировые рецепты. Интересно, а вот подобные кризисы, как у нас, ну, по крайней мере, с таким же набором, там, санкции, зависимости от нефти и так далее, они уже были там, я не знаю, в какие-то предыдущие годы? И если да, то были ли успешные случаи выхода? Мы имеем в виду в других странах, да? В других странах. Все пункты обязательны в сочетании. Ну, хотелось бы, чтобы нам понимать рецептуру, да. Нет, на самом деле, вот такого масштаба, ведь наша страна, не по своим, по всем любым параметрам, экономического, финансового развития, чего хотите, социальной политики по объему масштабам, она не сопоставима с теми странами, в которых, ну, были примерно такие ситуации. Такого объема ситуации просто не было. Потому что, вот, те, опять же, приходится возвращаться к санкциям, да, что и санкций такого масштаба тоже не было. Ну, возьмите, вот, даже санкции, которые против Кубы. Хоть они продолжались там, несколько десятилетий, но, тем не менее, с помощью внешних факторов, с помощью нашей, не сказать, фтология, с помощью России и так далее, им помогали. Они существуют, они не умерли, ничего, а сейчас санкции отменили, а все хорошо. Ну, знаете, дважды побывав на Кубе, я бы не сказал, что они не умерли. Не очень верно. Ну, на самом деле, у меня вот свекровь тоже была там, она, правда, может быть, немножечко раньше, чем вы. Они в то время, ну, жили более-менее. Ну, во всяком случае, может быть, даже сопоставимо, как сейчас у нас, да, с помощью, да, с помощью наших финансовых и иных вложений. В других странах, которым применялись санкции, и, еще раз хочу сказать, масштаб совсем другой. Ну, несмотря ни на что, все равно мы сейчас, вот посмотрите, хотя развития нет, да, такого вот движения вперед нет. У нас падение 1,2% ВВП, это сейчас вот у нас уже, это мы идем в этом году. Ну, вот, опять же, я, вот, коллега говорит о том, что больше всего нравится ему, ну, не нравится, а так я с Ленге говорю, концепция Кудринская. Там рост 4%. Вы знаете, какая-то серьезная вещь. Как нам выйти после одного падения 1,2% и затем, посмотрите, даже мэр говорит о том, что мы свою концепцию только на 2% рассчитываем роста. Это очень серьезно. Тем более, что, опять же, мы с вами рынки внешние сейчас не будем расширять. У нас с вами сейчас опять вот санкции продлят, да, через месяц. Ну, я полагаю, к сожалению, что их продлят. Потому что, сами понимаете, всякие политические условия. Да, это я не буду разбирать. Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря ни на что, и мы всегда пытаемся как-то выбирать, вот даже посмотрите прогнозы социально-экономической разметки, три варианта. Вот этот средний вариант, я считаю, там мэртовский вариант. Хотя там тоже полно всяких недостатков, с которыми нельзя согласиться. Но он более проработан. Он проработан более профессионально. Зрители прогнозируют, выберут программу Кудрина, но народ ему не верит. Ну, посмотрим. Спасибо. К сожалению, время наше вышло. Олег Шубанов, доцент финансов российской экономической школы, был на студии. А также Людмила Пронина, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора, Института госслужбы и управления РАНХИКС, государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Спасибо. Спасибо за интересное мероприятие.